Да, она существует, с моей точки зрения, она начиналась на 101-м километре от больших городов, потому что русская национальная идентичность требует сублимации, то есть, чтобы вокруг никаких уже других людей не было. И когда русские живут только среди русских, не понимая, что есть еще арабы, монголы, евреи, татары, то в них постепенно формируется сознание, что вот они такие люди и других людей нет. Я русскую идентичность всегда рисовал себе такую картинку. В глухой русской деревне все сидят и поют о любви к родине, к родной, хотя за пределы деревни никто из них никогда не выезжал. То есть, выражаясь более конкретно, русская национальная идентичность базируется на неведении о том, что в мире происходит и как люди живут. То есть, это есть результат глубокого исторического невежества. Я вспоминаю всегда русские лупки, которые я коллекционировал в свое время. Они довольно похабные, но в пределах. Кое-что можно цитировать. Например, барин и кухарка. Кухарка причет блины, она такая пышнотелая. Барин сзади подкрадывается и хватает ее за заднее место. И кухарка ему говорит, это все на лупке написано, «Барин, по что за жопу хватаешь, блину в печь мешаешь?» На что ему, ей барин отвечает, «Ты мне потому так, миленка, что жопка твоя крутенка, ты мне милость свою окажи, с собой на постелю, как одно слово написано, спать положи». Или другой лупок был. Кот такой толстый. И написано, кот казанский-астраханский слабко ел и слабко б сделал. И я, собственно говоря, на примере этих лупков, которые, видимо, висели часто в крестьянских семьях, понял вот этот контекст, но не культуры, что ли, а вот такой легкой деревенской похабщины, которая, в общем, в сегодняшний день воплотилась в полуматерной речи, скажем, или в особо циничном отношении к противоположному полу. И во всей той грубости, которая раньше гнездилась только в далеких деревнях. Я это, в принципе, прослеживаю к подневольному положению крепостной, которая затянулась позорно долго. Не какие-то завезенные черные люди с другим языком, другими нравами, с другой психологией, А такие же, как вы, такие же, как я, русские, православные, христиане, этнические, те же самые люди, что и вы, находятся у вас в рабстве. И вы можете разлучить семью, ребенка продать в одно место, жену в другое, или вообще поменять на борзых собак, или отправить их на конюшню, чтобы их там избили, и так далее. И все это длилось до 1861 года. То есть национальное позорище, в котором виновата российское дворянство и боярство, до сих пор дает свои уродливые плоды, потому что вот эта задавленность и полное отсутствие личностей и личного достоинства проявляется в глухом совершенно неприятии общественной жизни, политики. А что мы, люди маленькие, нам это все не надо? Ну и, конечно, все это было усилено годами сталинской реакции, когда он использовал, он отлично знал русский народ. Он в семь лет находился в какой-то там Туруханской ссылке, в одной из без крестьянской семьей жил, и поэтому он знал все глубинные пружины. Так что вот с тех пор так все и тянется. Конечно, с каждым поколением этот слой раба, как Чехов говорил, надо выдавливать по капле. То есть выдавливается довольно много, литрами, но все еще досталось. По культуре, да, и по языку, но в остальном меня Россия никогда не принимала. Во-первых, какой-то чернявый, ну и там, не дай бог, фамилию назовешь. Я поэтому в России, например, отпускал себе всегда усы, а уж пусть лучше с грузины принимаю. Да, потому что я работал с русским языком, а в области языка нужно такое же наращивание мышц, как в спорте там и прочих. Поэтому работая с языком все и больше, больше обращаешь внимание на детали, на правила. У языка есть скрытые выразительные возможности, где длинно говорить, где коротко, где точно, где не точно, где шутку пустить, где разговаривать серьезно и так далее. Все это копится. Поэтому за границей я стал более русским человеком, нежели когда я был в России. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...